Девушки отдыхают Девушки отдыхают У нас проблема Это они Иди Иди, милая Ты знаешь, куда идти Через забор, по аллее И смотри карту Хорошо? Я люблю тебя, Малико Yes, sir Сидеть, сидеть То, что я потерял здесь Я найду вот тут Как вы полагаете? Ищите спрятанные документы Предупреждение Несанкционированный доступ Она знает слишком много В главной роли Брук Лэнгтон Побег Террористы Меня зовут Анжела Беннт Я обнаружила группу компьютерных террористов Кто они? Кто ты? Они стерли мою жизнь Превратили меня в преступницу Я не остановлюсь Пока не верну свою жизнь Если они так поступили со мной Могут сделать то же и с вами Сеть Как продвигается? Я добрался до Айдвилла Чтобы перекрыть поток их данных На здешние контрольные мониторы Если пограничник поторопится Мы проскочим Не знаю, сколько я еще смогу Скачивать пароли Пока их система не перезагрузится Скорее, скорее Ну, скорее же Пока все хорошо Продолжай Проведи меня через пост Продвиньте машину вперед Добро пожаловать в Ванкувер Добрый вечер Причина вашего визита в Канаду? Каникулы Мы с братом большие любители дикой природы Паспорт, пожалуйста Композитор Раслан Дау Надолго к нам Пожалуй, на неделю Больше не позволяет работа Интересно, что же это за работа? Производство мебели Я просматриваю отчеты о хоккейных матчах Срывается Не знаю, удастся ли мне удержать Слишком быстро переключился Внимание, паспорт поддельный Оператор Брайан Ингланд Мэм, я вынужден попросить вас выйти из машины Когда вы получили этот паспорт, мэм? Не помню Пару лет назад Прошло столько времени Сэр, вам тоже придется выйти из машины Выходите Мэм, я должен спросить вас Не перевозите ли вы в машине или на себе что-нибудь Что может быть рассмотрено как контрабанда? Я не понимаю, почему такие подозрения Я много путешествую Уезжаю, как только начинаю уставать от нудной работы Что-нибудь нашли? Ничего, сэр Нет Мы ошиблись Мисс Рэш Мистер Рэш Добро пожаловать в Канаду Благодарю Одному из нас сильно повезло Кто главный? Вон Режиссер Эйлин Хэт Спасибо, я Шон Лузли Дорожная канадская полиция Значит, вы здесь за главного? Да Майк Уорден Рад познакомиться Похоже, что у кого-то сегодня настоящий выезд на дело Я полагал, что это наша юрисдикция Арманти гражданин США Ваше начальство дало нам свободу действий Да, конечно Просто господин Арманти уже какое-то время был у нас под колпаком Ну что ж Теперь это похищение А значит, это наша юрисдикция Кого похитили? Дочь Эксперты утверждают, что она убежала И с тех пор ее никто не видел Так что дело переходит к нам Почему ваша контора этого не знает? Ведь обычно приказ приходит с самого верха Мне было приказано сотрудничать с вами И неважно, кто именно ведет расследование Так что я пришлю вам все наши досье с кейсом Аспорина А за что вы, ребята, положили глаз на Арманти? Промышленный шпионаж Но похоже, кто бы это ни сделал, они не нашли того, чего искали Но дочь была этой ночью здесь, а затем куда-то исчезла Удачи в поисках девочки, агент Уорден Сегодня же пришли вам досье До встречи Спасибо Проверь досье Шона Лузли Хорошо Если я не ошибаюсь, сообщение, которое Арманти отослал колдуну Было прервано на середине Очень похожий сценарий Девочка, мистер Трелони, дочь трейдера У нее в руках часть закодированного списка нашего ближнего круга Можно предположить, что она на пути к тому, у кого другая половина списка И что это может быть колдун И если состав комитета будет обнародован, кое-кто падет Я понимаю, сэр Понимание имеет цену Обычно это страдания Уверяю вас, мы все обеспокоены И не скрываем этого И вы не знаете, куда бы она могла направиться? С Маликой тяжело было иметь дело Расстройство психики Она может быть где угодно А друзья? Она говорила, что у нее есть дружок-мальчишка Все считают, что она его придумала Понимаете, одинокая душа Она ходит от души, но в фантазиях Имя у этого дружка есть? Нет Я же уже сообщила об этом вашу контору Мы все перепроверяем, мисс Хэтуэй Значит, Маликой была скрытной? Это обычное дело, когда ты не такой, как все Что вы имеете в виду? Ее таланты Она настолько необычная Другие дети не такие Расскажите, что в ней такого особенного? Разве вам неизвестно? У Маликой фотографическая память Ей достаточно один раз взглянуть на что-то, чтобы запомнить навсегда Это просто чудо Можете спросить ее, скажем, про 14 августа 1367 года И она скажет, какой это был день недели Вторник Трудно запомнить, когда год високосный Будучи ребенком, я доводил людей до иступления И в семье мне это запрещали Но вы вроде бы так адекватны Раньше был просто сорванец, суще дьяволенок Неприятности Маляки В ее отношениях с отцом, а не от ума Да, да, отец Бедная девочка, одна трагедия за другой Извините Пожалуйста Трелони, сэр Я навел справки о девочке У хранительницы списка фотографическая память Но для того, чтобы раскодировать то, что у нее в голове Она должна связаться с тем, у кого ключ к дешифровке И кто сможет цифровой текст перевести на обычный Итак, мое предложение Как только отыщем ее Наблюдать и дать ей возможность прийти туда, куда она стремится Пусть взломает код Тут-то мы ее и возьмем Да, сэр, я сообщу вам, как только найду ее Вот он Мы нашли Трелони, начинаем ФБР, стойте, где стоите Всем агентам стрелять на поражение Иду, иду И что сегодня у всех за спешка такая? По-моему, просто потому, что сами не знают, чего хотят Здравствуйте Извините за беспокойство, но... Мы даже не уверены, туда ли мы попали Туда, туда, понимаете, мистер Арманти послал мне сообщение Вы, должно быть, колдун Я растила Эндрю, мистера Арманти Когда он был еще ребенком, а потом и его дочь Мать умерла при родах Странно, что такое случается в наши дни Но случается А где же она сейчас? Малека? Вероятно, в другом мире Разве не туда мы стремимся, когда нас терзает боль? Минни, вы наверняка знали, что я приеду Что именно хотел мистер Арманти, чтобы я сделал? Он вам не сообщил? Нет, сообщение прервалось Он хотел, чтобы вы получили посылку Какую посылку? Вот ваша посылка Почему именно с твоим отцом случился провал? Я не знаю Малека, я понимаю, что с тобой произошло Это настоящий шок Тебе Конечно, его не хватает Мне не хватает моего друга У тебя есть друг? Да Секретный друг Нестандартный Обычно красавчики вроде тебя Это не мой тип И ничего ты не знаешь про боль Как она близка к наслаждению Машина Гейнни, не говори, что ты это знаешь Я стараюсь держать тебя в рамках Горько, но она пытается проткнуть тебе лоб В прошлом месяце были вампиры В этом месяце Маркиз де Сад Это прогресс, малышка Не называй меня так Твой отец был великим ученым и никудышным отцом Постарайся не заставлять тех, кто тебя любит, страдать еще больше Малека Отец передал тебе кое-что очень-очень ценное Ну да Хоть раз Это была его самая последняя надежда Только этим он и занимался Не обращай внимания на меня Мне нужен код Напиши мне его, пожалуйста Не знаю, а что я получу взамен? Доверие Не имею об этом понятия Да Понятие ускользающее Что это означает? Откуда мне знать? Минни, привет Заскочила узнать, не нужно ли чего Малеке после Ужасного события Элейн, Джон Большое спасибо, что заехали Мы же соседи Я очень беспокоюсь, я ее не видела Бедный ребенок Это верно Я как раз разговаривала с полицией Если что-то узнаю, я позвоню вам Большое спасибо, что подумали о ней Покажи им, что еще отец тебе оставил Пожалуйста Фамильное наследие? Судите сами Колдун, если ты это смотришь Значит, мои работодатели меня устранили Малека Малышка моя Я понимаю Что все должно было быть по-другому Признаюсь, что не сделал все, что мог И об этом я больше всего Больше всего сожалею Всегда думать только о себе Больше всего мне не хватает тебя Колдун Цифровой текст, что у Малеки Бесполезен без ключа от дешифровки Я спрятал этот ключ в парке развлечений У 69-й автострады Можешь встретиться там с моим помощником В любое время дня и ночи Этот подарок весьма значительный Воспользуйся им Колдун Так, это определенно создает проблему Да, алгоритмы не лгут Код может означать все, что угодно? Самый последний в криптологии легко создает многие варианты И невозможно узнать, который из них верный, да? Без ключа арманти, так Прокручиваешь символ Подставляешь алгоритмы Министерства обороны И вот что получаешь Адрес Геттисберга? Одна из возможностей А может быть так же Тушеные морские огурцы Поровые глядки Кисло-сладкие цыглящие ножки Меню китайского ресторана А образец малики, ты попытался? Еще нет, но... Все засекреченные люди вскоре начинают трястись от ужаса Еще одно возможное решение для Кода Ладно, завтра поедем в парк развлечений И добудем дошифровочный ключ Может оставить малику здесь? Тут безопаснее Нет, ведь отец хотел, чтобы она уехала с нами Мне трудно выносить ее, Анжела У нее социальный разум Мэрилина Мэнсона Мэрилин Мэнсон, гениальная суперзвезда Спокойной ночи Я? Это за тобой всегда последнее слово Даже не верится, что мы снова заводим этот разговор Послушай, меня сюда направили Я стараюсь сделать как лучше Я притворяюсь твоей женой, играю свою роль Но все притворство заканчивается на пороге спальни Ненавижу такую жизнь Ублюдочную контору в доме, вот что ты получил Кто бы говорил Мне отошнит подглядывать за домом напротив Девочка никогда не показывается Прекрасно Если вы продавец, то нам ничего не нужно Я из домашней конторы в Манси Извольте объяснить Только не на пороге Кто, черт возьми, это такой? Кто-то к тебе, дорогой Какая идиллия? У меня были трения с местными законами На некоторое время мне нужно новое имя Работа на пустой желудок не позволяет как следует сосредоточиться, не так ли? Я чувствую страх Умная хозяйка перебьет этот запах другими ароматами Вы упустили девчонку А еще Вы не смогли достать код По любым оценкам, плохая работа Спасибо за гостеприимство Хоть на это вы сгодились А что значит иметь фотографическую память? Скучно Гений, это боль Вот ты боль Я тебе устрою боль Приятно, когда ты говоришь грубости Послушайте, мне надо позвонить Что? Вы что мне? Отец, что ли? Нет, просто мне кажется, что... Я делаю, что хочу, ясно? Иначе я схожу со сцены и сделаю так, что все копы города накинутся на вас Я иду звонить Кто это? И что вам надо? Это я, детка Зачем ты мне сюда звонишь? Когда мы получим код, давай ставим ее в каком-нибудь безопасном месте, а сами смоемся Где оно, это место? Сам знаешь, Трелония у нее на пятках Слушайте, я знаю, вы хотите избавиться от меня, так что я ухожу Спасибо за виду Не так быстро Вы должны войти в контакт с другом твоего отца, забыла? В парке развлечений Я уезжаю к моему дружку Что ты будешь делать, если тебя схватят и отправят в птичатки дом? А куда меня отправят из-за похищения, если я стану кричать? Но ты же не такая дурочка, какой прикидываешься Гений, это боль Оставьте меня в покое Вы не сможете заставить меня делать эти извращенные вещи, я вас ненавижу Пора идти, принцесса О чем ты думала? Я изголодалась по вниманию, понятно? Скорей Что же нам делать? Что же нам делать? Не знаю Но к дружку-то мы ее не можем доставить, потому что тогда мы не получим то, что нужно А если не доставим, то тоже ничего не получим Что же нам делать? Дать бы ей чем-нибудь по башке и засунуть в автопокрышку Полная идиотка Похоже на некую мысль Ну, побеседуй с ней, как женщина с женщиной, это же вроде классика, не так ли? Ты имеешь в виду разговор об одежде, макияже и прочих штучках? Да Как ты мало знаешь о женщинах Я бы так не сказал Мы же не можем сидеть здесь вечно Пахнет жареным Я сейчас не в настроении бороться со злючкой, у которой взыграли гормоны Тогда надо делать то, что мы должны Это единственное, что мы можем Согласна? Согласна Малико Давай-ка поедем и навестим твоего дружка Серьезно? Два часа на автобусе, и мы там Но потом ты поедешь с нами, и хватит чепухи Ты блестящий дипломат, Джейкоб Мы настаиваем Без криков перед полицией и без цен Уговор? Уговор Мисс Минни Московиц, верно? Вам виднее Специальный агент Шон МакДэниелс Не могу ли я, мисс Московиц, отнять минуту вашего времени? Конечно Вы не голодны? Я съел сэндвич, спасибо Спасибо Отбросим приличие Где? Где девочка? Я слишком стара, чтобы бояться, Трелони Не скажу ни за что И что вы сделаете? Убьете меня? Нет Боитесь? Боитесь? Ответ, опять же, нет Привет Что за черт? Клайд? Кто там? Никто Я тебя совсем не ожидал тут увидеть Ну, я же сказала, что могу приехать Да, но мы А это кто? Они меня привезли Клайд, я Ты кто? А ты кто? Похоже, возникнут и проблемы Я его подружка Нет, это я его подружка Я потом тебе все объясню Только через ее труп Ты совсем не моя подружка Я знал твоего отца И делал ему одолжение Я тоже могла бы сделать тебе одолжение От тебя мне одолжение не надо Успокойся Я хочу сказать, что потом полюбишь меня Это будут замечательные отношения Тебе 14 А мне 26 Наши отношения определены законом Как ты консервативен Да, а ты пока еще малолетка Подрасти немножко Сам подрасти Нет, подрасти ты Нет, ты подрасти Я не собираюсь с тобой пререкаться А я тебя ненавижу 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 Малика, Малика Она точная копия отца Ты мог бы вести себя по сдержанию Желаете дипломатии? Звоните в Белый дом Вот что, я хотел бы уехать отсюда Но не на чем У вас нет причин для отъезда Ее отец хотел, чтобы вы, ребята Клайд, мы не собираемся состязаться с вами в остроумии Ясно? Нам просто нужна машина Хорошо Но если уедете, совершите большую ошибку То, что вам надо сделать, вы можете сделать и здесь Не стоит Ладно Как хотите У меня есть мотоцикл Это не для вас Машина тоже есть Но левое заднее колесо спустило Починка займет какое-то время Отлично, спасибо Держитесь подальше от Маляки Нет проблем Вам того же Да Ну и разговорчик Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Хочешь сказать, что все это было шуткой? Смотрите Из-за этого стоило так возбуждаться Это мотоцикл Плайда Я же пытался объяснить вам, что нет никакого смысла уезжать из моего дома Вы тот, с кем мы должны встретиться? Конечно Видишь, детка В конце концов, я не такой уж и плохой Простишь меня? А что с твоей подружкой? Да брось Могу же я отдохнуть? Не держи зла Идемте ко мне в контору Это в галерее Подобрела? Да Закрой ворота и вернусь Вот это да Он, вторая половина кода У вас ключ к дошифровке? Да Можете поверить в такое? Я ваша судьба Идите в контору А ты замерзла, иди О, черт, забыл Да Мне сказали, что если я позвоню по этому номеру Вы соедините меня с человеком по имени Трилони Арманти хотел, чтобы его дочь привезли сюда к вам? Ее старик договорился, чтобы я мог позаботиться о ней И устроил мне работу в этом месте Это означает, что отец любил ее так же сильно, как и вы, Анджела? Он вовсе не любил ее Но под конец он желал лишь одного Чтобы она была счастлива Но что-то вы не очень похожи на дорогу к счастью Путешествие — это предназначение Хотите поехать? Клайд, я восхищен видом толстых томов Тут полные издания Олдриджа, Сервантеса, Диккенса Кто же все это вам читал? Эти древние лица, подобные бусинкам дождя и камням Эти серебряные шлемы, парящие тесными рядами Эти по-прежнему перяющиеся глаза Которые надеются снова найти среди россыпи распятий Неутоленную и неуправляемую тайну на бастианском полу Ну, Джойса может запомнить каждый Это Эйтс Мне пора идти Спарк закрыт? Когда он закрыт, я смазываю питоном Надеюсь, он говорит о роликово-горках? Ладно Все засекреченные люди Все засекреченные люди вскоре начинают трястись от ужаса? Ты знаешь эту строчку? Это любимая цитатация Когда он работал над кодами, он повторил ее так, как будто это что-то означает Для криптографа все засекреченные люди имеют смысл Это из сказки о двух городах Диккенс Он пользовался этим автором, чтобы создать код Восьмая глава, четвертая страница И, по-моему, параграф начинается Рука была бледней, чем он предполагал Память помогает Он пользовался желтым маркером для этих страниц Уродовать классиков – это же просто варварство Это сделал мне Клайд Отец всегда подчеркивал любимые отрывки Должен быть, он дал эти книги Клайду Итак, это ключевая строчка к коду, и он хотел, чтобы мы ее нашли Почему Диккенс? Произведения Диккенса были для отца, вроде секретной страсти Он часами сидел в литературных веб-страничках, обсуждая и обмениваясь Веб-сайты? Это самая главная ниточка, которая пока у нас есть Что-то есть Кое-какие неотмеченные замечания, написанные от руки Сейчас таких уже не делают Опаздывайте Это и есть ваш поезд, Клайд? Впечатляющая машина Пока вы вот такого роста, можете кататься Разумный мальчик Мне везет на разумных А где девочка? Где она? В галерее Волнуешься о деньгах? Вы же не носите четверть миллиона долларов в плаще Точно Послушайте, мистер Мне бы наличные Ты новичок Был же уговор Не торопись, Микки, сегодня я щедрый Так что предлагаю новую сделку Беги и не останавливайся, пока не пробежишь 30 миль И продолжай так Ежедневно, в течение месяца И если тебе повезет, я не буду стоять сзади с пистолетом у твоей головы Понял, мальчик? На старт Внимание Хорошо Кот это ключ Так что пробуем засекреченные люди Защищено паролем Это хорошо Первый урок жизни беглеца Ничего не дается легко Так что Джейкоб, это работа для группы Знаете, по-моему, у Клайда было достаточно времени на смазку визера Петона Не важно Пойду посмотрю, как там у него дела Давай Если надо, помоги Терпеть не могу, когда вмешивается женщина Так, и что теперь? Мы в ловушке, здесь, Трелоне А что с Клайдом? Где он? Именно Клайд и продал нас претерианцам Давай, давай Ну давай, скорее Быстрее, уходим Пока не закончится копирование, я отсюда не уйду Вот ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Он где-то там внутри, мы не можем его бросить Не можем Цыпленок чокнулся Маляка, у нас нет на это времени Где же он? Он или убежал, или мертв Клайд не мог убежать Он обещал обо мне заботиться А! ОН! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы убийца! Анжела! Надо уходить, малька. Анжела! Джейкоб! Я сяду за руль. Конечно, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! Нет! Анжела! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Ладно. Черничный или кленовый? Не важно, все равно. Хорошо. Возьмем оба. Утопим печаль. Как думаете, я еще увижу Клайда? Вероятно, нет. Не в этой жизни. Да, вероятно, нет. Знаешь что? Ты теперь начинаешь все сначала. Это так хорошо. Я убедилась, что это правда. Когда осознаешь, что назад дороги нет, перед тобой открывается все. Малька, Минни отлично о тебе позаботится. Обещаю. Навсегда. Девочки, простите меня, но я слишком слаб от того, чтобы удержаться. Я вскрыл начало списка. Момент истины. Заглядывай. Заглядывай. Выдели Ивана Беннета. Мы искали его действительно очень долго. Надеюсь, сейчас мы узнаем, где он. Надеюсь. Надеюсь. О, Господи, это мой отец. Даже не верится. Посмотри, есть ли там адрес. Скончался 20 мая 1985 года. В Копер Кэньон. Копер Кэньон. В чем дело? Она потеряла отца. Она справится. На русский язык фильм озвучен на студии «Нота» по заказу РТР в 2001 году. «Нота» по�ёвает. АРТР в 2001. Быстрою верят. В presumLED «Нота» по заказу РТР в 2001. Субтитры создавал DimaTorzok